всем привет сейчас будет такой маленький эксперимент меняю форсунки на более скоростные это газовое оборудование у меня ставят вайтековские форсунки я на них езжу уже ну 250 тысяч лет за шесть я накатал сейчас поставят более скоростные я правда еще не знаю какие но будет интересно попробовать уже не терпится поставить проехать на них многие кто ставят газ у них всегда стоит вопрос ставить форсунки более скоростные не стоит ну это что не стоит вопрос им всегда предлагают поставить там лучше форсунки не поставить это упирается обычно в деньги люди задают вопрос а будет ли какая-то разница будет ли расход топлива меньше то есть ну никто не знает ну и люди если денег как бы ну маловато скажем ну как бы хотят сэкономить ставят более простые форсунки если денежка есть у человека он станет немножко покруче вот у меня как раз выпала возможность сейчас попробовать как бы вот есть разница или нет мне поставят форсунки я на них поезжу если понравится Я, может, себе их оставлю. Если не понравится, могу вернуть обратно. И в основном такой возможности у людей нет. Либо ты поставишь одни, либо вторые. Потому что возвращать их потом никто не будет. То есть в таком плане. Поэтому сейчас я поеду на Бережанскую ИС-17, на профигаз. Ребята мне поставят. Я покатаюсь и поделюсь с вами информацией. Ну и своими ощущениями. Поезжай, да? Смотрите, у меня стоят самые простые форсунки. Войтековские. Обычный фильтр. Это все сейчас поменяется и поставятся скоростные. То есть у меня обычный редуктор стоит, асетовский фильтр. Все как бы просто. Сейчас будут скоростные форсунки. Посмотрим разницу. Ну уже все поставили. Сейчас продиагностируют, настроят. И покажу вам, что получилось. Ну и теперь смотрите, что получилось. Поставили скоростные форсунки. Green Gas Flash. Это аналог Ханы. Форсунка сделана по образу и подобию бензиновой форсунки. Врезали их максимально ближе к пустному коллектору. Чем ближе они врезаны. Чем после форсунки меньше шланг, тем они корректнее работают. Поставили фильтр с отстойником, чтобы он задерживал всю грязь. И, кстати, у форсунки тоже есть маленькая сеточка, которая придерживает грязь. Мало ли, если фильтр где-то что-то не словил. Поставили новые шланги все. Ну и в принципе все. Давайте заведу движок. Сейчас вот так, кстати, микрофон поставлю, чтобы было слышно движок. О, держится. Так, и сейчас они запустились на бензине. Сейчас щелчок был, перешло на газ. Ну, по сути дела, работают, по-моему, тише, чем они. Валтековские форсунки больше шумели. Сейчас переключу обратно на бензин. Ну вот сейчас переключаю на бензин. На бензине работает. Сейчас нажимай, переходит на газ. Щелчок на газ. На газу ровнее, кстати, работает. Смотрите, сейчас поднял шерплитель с микрофона, чтобы было хорошо слышно. Форсунки газовые, дубиновые стоят рядом. Сейчас работают газовые форсунки. Сейчас как звучит, как работает. Сейчас включу бензиновые. Вот это пошло бензиновые. Смотрите, такой, хок-хок-хок-хок. То есть газовые форсунки сейчас работают, пишущие бензиновые. Сейчас и так поставлю газовые. Сейчас вагонире будет. Сейчас включает бензин. И движок крутится больше, потому что форсунки уже надо очистить. И работает громче. Бензиновые, чем газовые. Интересно. Так, ну я сейчас выехал с СТО, с профигаза. Ну так особо ничего не почувствовал. Прямо такой кардинальной разницы. Сейчас опять вот движок запускаю. Но форсунки работают тише, чем бензиновые. Единственное, что я заметил, знаете, вот сейчас, ну сейчас еще раз попробую. На газу, на Вайтековских форсунках, она ехала раньше мягче, чуть-чуть, чем на бензиновых форсунках. А сейчас она как-то едет, по-моему, одинаково. Что на газовых, что на бензиновых. Причем на газовых едет лучше, потому что они новые. Хотя уже старые. Сейчас попробую еще раз прокатиться. Вот так. Ну, в принципе, вот по тяге, ну то же самое практически. Так, чтобы кардинально что-то отличалось, я бы не сказал. Вот расход может быть отличаться, но вот я еду, вроде как ехал, так и еду. Причем вот сейчас ставлю бензин. Вот бензин ставлю, включил, еду на бензине. На бензине даже она жестче идет, как-то чуть-чуть передача переключая, она как-то вроде тяжелее идет. Сейчас газ опять поставлю. Ну да, на газу вроде все равно как-то мягче. То есть, я же говорю, форсунки не чистились уже давно бензиновые. Плюс, ну, я езжу в основном на газу, бензин нужен для прогрева автомобиля. И если там уже есть какие-то отклонения по газу, ну там какие-то дергания, понятное дело, что нужно и чистить. Так машина ездит и ездит. Но вот так вот по ощущениям, вот я по первым выехал, ну, как бы сильно разницы нет, скажу вам честно. Но по сути дела поменялись только форсунки, все же остальное осталось. Не то, что движок поменяли, там лошадиных сил добавилось, либо еще что-то. То есть, просто поменялся впрыск, более, скажем, четкий, более корректно подается и более точнее работает форсунка. А так, по сути дела, ну, вот я еду и еду. То есть, так, чтобы, я же говорю, там, я газу дал, она прямо там, динамика у нее увеличилась. То есть, лучше, чем на бензине, ну, вот если так взять, там, новые бензиновые форсунки и новые газовые. Но не поедет, она же лучше, чем на бензиновые все равно. Что вообще в идеале должно быть, если вы ездите на газу? Вы не должны чувствовать разницу между газом и бензином. Что на газу, что на бензине вы едете. Если машина едет на газу лучше, чем на бензине, все, вы добились уже максимального результата. Куда же еще лучше, что если на бензине она едет, например, ну, вы ездили на бензине, поставили газ, и она едет лучше на газу, то, как бы, что вам еще, как бы, хотеть-то, как бы, от машины, как бы, как ракета стала, да, турбина у нее какая-то появилась. То есть, понятно, что нет. Вот телефоном снимаю, видите, сейчас я нажимаю, я уже на бензине еду. Все, бензин пошел. Я еду на бензине, что на бензине вот еду, вот, ну, машина едет. Не чувствую разницу. Сейчас опять нажимаю, смотрите, на кнопку, это я уже на газу еду. То есть, она не дергается, при переходе должна перейти ровно так, как будто вы ехали на бензине. То есть, ну, никаких переходов, никаких дерганий вы даже не должны ощущать. Движок как работал, так и работает. Нажали на кнопочку, одно топливо перешло на другое, машина даже не должна колохнуться. Если она сильно дернула, сильно завибрировала, значит, нужно ехать уже регулировать. То есть, у меня, как бы, вибрации никакой нет. То есть, она переходит с одной на другой четко практически. Ну, то есть, нет никаких колебаний. Только единственное, что видно, что, когда работает бензиновый движок, ну, чуть-чуть вибрация больше, чем на газовом. То есть, ну, эффект, как бы, отличный. Куда же лучше-то уже. На старых форсунках я тоже особо не чувствовал разницу между газом и бензином, в принципе. Но там, как бы, на газу нашла немножко мягче. Здесь она идет одинаково, что на газу, что на бензине. И я эти форсунки могу оставить себе, но мне придется их выкупить. Ну, если я захочу их оставить. Но их единственный смысл будет сейчас оставить, если будет расход меньше. Потому что, ну, если расход будет одинаковый, ну, смысл оставлять эти форсунки. То есть, разница я практически такой же не уловил, такой глобальной. То есть, как бы, ну, если будет расход меньше, они со временем отобьются. Ну, сейчас узнаем. Ну, посмотрю, конечно, какой расход будет. Смотрите, да я сейчас еду еще на старых вэлтековских форсунках. Решил расход перед установкой засечь. Ну, какой будет расход на старых форсунках, на новых. Но я знаю, и так, у меня расход 11,1,5. Вот сейчас я весь газ выкатал. Лампочка мигает. Но меня показывает постоянно шкала полный бак. У меня провод перебит, он постоянно полный бак показывает. Но если лампочка мигает, значит, машина перешла уже на бензин. И газа там нет. Сейчас я заправлю 10 литров, чтобы было ровненько 10. Ну, и посмотрю, сколько я проеду. На пятую колонку 10 литров газа наличка. Он должно быть, да, 10 литров газа. Ровно 10 литров мы заправили. Все, заправился. Теперь сбрасываю суточный пробег, чтобы понимать, сколько я проеду. Ну, и по результату посчитаю. Так, смотрите, закончился у меня газ. Правда, ночью 89,9 километров. Но 90 километров я проехал на 10 литрах. Ну, вот видно, мигает лампочка. Это говорит о том, что машина перешла уже на бензин. Сейчас я посчитаю, сколько это получается. Значит, получается у нас сколько там? Ну, грубо говоря, 90. 90. Даже не, не 90 посчитаем, а 10 литров разделить на 90. У нас получается 11, ну и один расход. Ну, это потом я посмотрю. Еще несколько раз заправлюсь. Посмотрю, сколько будет. Потому что на одной заправке могли залить, ну, 9 литров, на другой 10 литров. На другой там долили, не долили. В общем, непонятно. На разных заправках позаправляюсь. Померяю расход. Сейчас заеду быстро на заправку. Ближайшая, конечно, опять оказалась заправка Кло. Но сейчас здесь заеду, капну 10 литров. Ну, еще раз скину пробег. Ну, тут даже получилось чуть больше 10.004. Так, скидываю пробег. Опять на ноль. Ну, и поехали. Кстати, вот я еду опять. Закончился. Сейчас остановлюсь, покажу вам. Закончился газ. Машина перешла на бензин. Сейчас покажу вам, как мигает лампочка. Смотрите, лампочка замигала. 88,8 я проехал. Сейчас посчитаю, сколько это получилось. Сейчас я так включу камеру, чтобы было видно. Так, ну, смотрите, считаю. Значит, 10 разделить на 88,8. Да, у нас получился. Равно 11,2. Ну, то есть, я же говорю, где-то 11-11,5 у меня на этих ватековских форсунках расход. Вот интересно, сколько будет на новых форсунках. Так, ну, наконец-то закончился газ. Вот, покажу, уже лампочка перешла. Это я уже сейчас еду на новых форсунках. Сейчас заеду, заправлю, скину счетчик. Ну, надо засечь, сколько расход будет, скажем, на новых форсунках. Потому что на тех форсунках, ну, я показывал примерно, то есть, 11. Там, ну, вообще у меня, вообще у меня 11-11,5 где-то, вот, обычно, расход. Ну, сейчас заеду, уже заправлюсь и засеку по-новому. Форсунку 10 литров газа. Там 10 литров будет ровно. Так, ну, сейчас сбрасываю счетчик, смотрите, на ноль. Ну, и сколько проеду, уже будет результат, покажу. Ну, наконец-то я выкатал этих 10 литров. Смотрите, по факту показываю, сколько получилось. 95,4, ну, 400 я проехал, пока искал место для парковки. Ну, плюс камеру пока поставил. Смотрите, считаем 10, разделить на 95. По факту получается 10,5 расход. Но все равно меньше, уже не 11. Пол-литра на 100 километрах, это, конечно, ну, результат не сильно большой. Но все-таки результат. Раньше вообще на Валтековских форсунках не было меньше 11. Тут все-таки уже меньше показало. Но надо еще поездить. На 17-ю колонку 10 литров газа. Пожалуйста. Вот она, да? Ровно 10 литров получилось, да? Народ, что-то я еду и еду, не могу понять, что происходит. Уже проехал 103 километра, газ все на месте. То есть, он не переходит на бензин. То есть, мне либо больше залили, либо я не могу понять, что до форсунки, что такое, что происходит. Сейчас покажу вам. Но вот сейчас лампочку здесь не видно. Прикрой чуть окно. Вот еще едет. 103,6. Смотрите, вот, перешла, наконец-то, перешла. Ну, грубо говоря, 104. 104 километра. Народ, 104 километра я проехал. Что-то было, не могу понять. Или мне газа больше залили. Ну, сейчас стану посчитать, сколько получится. Так, ну, я сейчас нашел, наконец-то, тенечек. Сейчас я посчитаю, сколько получилось. У нас получается, смотрите, 10 разделить на 104 пробега. 9,6. То есть, меньше 10 литров получилось. Ну, такого на ВайТековоцких, ну, в принципе, не было никогда. То есть, 9,6 литра, как бы. Ну, тут на бензине она, походу, ест, наверное, так же. То есть, ну, это по городу. Расхода такого точно не было. То есть, по трассе такое может быть. Но по городу не было. Но сегодня был, конечно, такой день, что, ну, город вообще был пустой. Много ездил. То есть, пробок особо не было. Но все равно расход, как бы, хороший получился. Но померяем еще. Потому что, мало ли, может, залили там 11 литров мне на заправке. Бог его знает, там они льют то больше, то меньше. Надо еще померить. Так, ну, опять я ехал, газ закончился. Смотрите, лампочка мигает. Ну, то, что я ему говорю, полный бак у меня все время показывает. 97 километров я проехал. 10 разделить на 97. Получается где-то 10,3. Но бывает больше, бывает, конечно, меньше расход. То есть, по-разному бывает. Но были, как бы, такой расход, что был и меньше 10. То есть, здесь уже я, ну, не первый раз засекаю и замечаю, что все-таки на литр меньше. В общем, по окончании эксперимента, что я могу сказать. Особой разницы между валтековскими форсунками и скоростными я не почувствовал. То есть, она есть, но не ярко выраженная. Тише работают новые форсунки скоростные. Это однозначно, то есть, тише, чем валтековские и тише, чем бензиновые. Но я давал вам послушать. По расходу топлива на литр меньше. 100% вот я засекал, литр меньше они кушают, чем валтековские форсунки. И, казалось бы, вроде бы литра немного, но на 100 километрах 1 литр. На 1000 километров это 10 литров. А на 10 тысячах километрах это 100 литров. То есть, 100 литров это немало, народ, я вам скажу. 100 литров. Вот я накатываю за 3-4 месяца, я накатываю 10 тысяч. И представьте, откатал я 3-4 месяца, тебе 100 литров в подарок. На, как бы, это такой, ну, хороший результат, я считаю. У кого, кстати, были аналогичные ситуации, скажем, ездили вы на обычных форсунках, потом решили поставить себе более скоростные. Вот пишите в комментариях, была ли у вас какая-то разница в динамике, в ощущениях, в расходе топлива. То есть, вы ее ощутили или нет. Потому что я ощутил, ну, в основном, это расход топлива, то, что я засек. Ну, и, скажем, движок чуть-чуть ровнее работает даже на них, чем на бензиновых. Но, я же говорю, грингазовские форсунки новые, а бензиновые старые, да, и движок работает, ну, ровнее. Хотя на газу, честно говоря, у меня движок всегда ровнее работал, чем на бензиновых. Ну, в общем, думаю, информация вам пригодится. Если видео понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. Также буду добавлять еще новые видео с полезной информацией для вас. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.